В каких случаях не нужно извиняться? Ничего не доводите до крайности. Деликатность тоже писал Эрих Мария Ремарк и был абсолютно прав. Кстати, свою мысль он вложил в уста Готфрида Линца, одного из главных героев романа «Три товарища», который никогда и не перед кем не извинялся, но это не мешало ему всегда оставаться душой любой компании. Проделайте над собой такой эксперимент, в течение дня прислушивайтесь к своим словам. Часто ли вы извиняетесь и по какому поводу? Если вы в чем-то провинились перед кем-то, то попросите у этого человека прощения, сам Бог велел. Но если вы заметили за собой, что без конца произносите фразы типа «Прошу прощения», не могли бы вы деньги передать на билетик? Извините, что отвлекаю, а сколько стоит килограмм ваших яблок? Прости, дорогая, можно пригласить тебя на танец. И тому подобное, то в таком случае срочно займитесь своим перевоспитанием. Постоянно извиняться за то, чего не совершал, это вовсе не тактичность, а, скорее, моветон. И так не нужно извиняться в таких случаях, из-за своего семейного положения. У каждого человека есть свои моральные ограничения. Один знакомый не станет совать свой нос в ваши личные дела, посчитав это для себя неприемлемым. А другой искренне уверен, что он вправе со своими расспросами лезть к вам в душу. У вас же не хватает духу резко прервать разговор, считая это не тактичным с вашей стороны. Не стоит рассказывать любопытствующим, почему вы поступили так или иначе, ведь в вашей личной жизни их совершенно не касается. Количество или отсутствие детей, бывшие нынешние мужья или жены – это только ваши проблемы или, наоборот, счастье, если вас все в вашей жизни устраивает. Поэтому не стоит извиняться за то, что ваше семейное положение кому-то не нравится и поэтому вас гложет чувство вины. Да ни перед кем вы не виноваты. Коротко ответьте своему назойливому интервьюеру что-то вроде «Я не замужем и счастлива, я развелся и на данный момент меня устраивает. Моя холостяцкая жизнь, у меня нет детей, но я не страдаю по этому поводу и поскорее уйдите от него». Стоит и несколько раз так поступить, и вам сразу же станет легче, и больше не захочется извиняться перед чужими для вас людьми из-за стремления осуществить свою мечту. Увлеченные какой-то мечтой люди часто поначалу мало зарабатывают денег и действуют неправильно, по крайней мере, так думают окружающие. Они начинают осуждать такого непохожего на них человека за глаза, а порой и в глаза. Услышав упреки в свой адрес, он может начать стыдиться своего поведения, но и предать свою мечту он не хочет. Дабы к нему не приставали слишком назойливо со своими разговорами, нравоучениями и неудобными вопросами, ему легче сказать «извини», чем отстаивать свои позиции. Слова «извинения» неординарный человек скорее произнесет в качестве заботы о чувствах своего визави, но вовсе не из-за своей моральной слабости. А последний будет считать, что он извиняется из-за неверия в свои силы и планы, и поэтому он не отстаивает свою точку зрения. Ни в коем случае не просите прощения за то, что идете к своей мечте, попробуйте переубедить своих близких людей, что иначе вы жить просто не в состоянии. А посторонним всего этого вообще знать не обязательно. И потом, многие великие люди были непоняты и не оценены по достоинству своими современниками. Вдруг вы тоже из их числа. Из-за того, что не оправдали чьих-то ожиданий. Часто мы извиняемся за то, что не оправдали чьих-то надежд, не потому что нам действительно стыдно, а из-за того, что не хочется вовлекаться в очередной конфликт. От вас ждали, что вы станете большим ученым или успешным бизнесменом, бизнес-леди, а вы стоите у станка, торгуете цветами. Надо за это извиняться. От вас ждали, что вы поступите в университет, а вы пошли в колледж. Снова извинения. От вас ждали слов любви, а вы заговорили о каких-то своих делах. Опять прости. От вас ждали, что вы женитесь, выйдете замуж за богатого человека, а вы выбрали себе пару из бедной семьи. Простите, пожалуйста. Не надоело ли вам постоянно извиняться за свои поступки и решения? Почему вы должны всегда что-то делать ради кого-то другого, а не для себя? Из-за отсутствия знаний в какой-то области. Ни один, даже самый умный человек не может обладать знаниями обо всем на свете. Если вы чего-то не знаете, то в этом нет ничего удивительного или постыдного. И если вы честно признаете это, то и просить за этот недочет прощения абсолютно не нужно. Лучше признаться в своем незнании, чем представляться перед другими всезнайкой. Вот такой человек действительно будет смешен. Из-за правды. Не каждый сможет сказать человеку правду прямо в глаза. Даже в тех случаях, когда сделать это необходимо, у многих срабатывает чувство такта, очень уж не хочется говорить человеку неприятные для него вещи, либо чувство боязни. Неизвестно, как он отреагирует на правду, которую я скажу, вдруг закатит скандал. Если промолчать невозможно, но при этом хочется сказать человеку «Извини, что именно мне пришлось открыть тебе глаза на правду», то поясните ему и другую правду относительно себя. Непременно скажите, что вы открыли ему правду не потому, что в чем-то виновата перед ним, и не потому, что вам это доставило удовольствие, а единственное чувство сострадания. В случае, если правдивая информация очень уж болезненна, вначале подготовьте к ней человека, пребывающего в невидении. Это можно сделать парой таких фраз «Мне нужно поговорить с тобой». Не хотелось сделать тебе больно, но никто другой тебе не скажет правды. Если в ответ последует словесное одобрение или поощряющий жест, смело говорите правду. Но делайте это с четкостью и спокойствием, извиняющийся тон вам только навредит. Вам помогут донести неприятную для адресата информацию добрые, мягкие слова, а также ваша искренность и доброта. В таком случае правда не будет такой болезненной для человека, и извиняться за нее вам совсем не придется. Из-за своих эмоций, настроение у человека может меняться по сто раз на дню. Но почему-то в обществе принято скрывать свои эмоции, особенно если они негативные. Так как женщины более эмоциональны, они порой не могут сдержать своих слез или заливистого смеха. Многие из них, спохватившись, просят прощения за свое поведение. Не стоит этого делать. Каждый может выражать свои эмоции, ничуть не стесняясь в этого. А кому это не нравится, пускай отойдет в сторонку. Из-за просьбы о помощи. Многие из нас почему-то думают, что если мы обращаемся кому-то с просьбой об услуге, то нужно заранее перед ним извиниться. Если человек захочет или сможет выполнить вашу просьбу, то он сделает это и без ваших извинений. А не захочет, то зачем же вы перед ним заранее извинялись? Стоит свою просьбу начать не с «извините», а с «будьте так добры». Если же вам не откажут в вашей просьбе, нужно просто поблагодарить человека за то, что он потратил на вас свое время. Из-за чужих промахов. Наверное, у воспитанного человека это заложено в крови извиняться за своего знакомого или близкого человека, который своим поведением доставляет окружающим неудобства. Вы стремитесь сгладить возникшую из-за кого-то другого неловкость. И в то же время подспудно думайте, что сможете таким образом заставить принести свои извинения того человека, из-за которого, собственно, и произошла неловкость. Но вряд ли это произойдет, если бы человек хотел этого, то сразу же так и поступил бы. А вот вам следует задуматься о своем поведении, раз именно вы не виноваты в сложившейся ситуации, то вам следует заявить о своей точке. Зрение на эту проблему, а не просить прощения. Из-за своих прежних промахов. Все в своей жизни совершают ошибки, ведь идеальных людей не существует. Не стоит постоянно вспоминать о когда-то допущенных вами промахах, так ведь и с ума сойти недолго. Нужно просто извлечь из них жизненные уроки и идти дальше своей дорогой. Но есть такая категория людей, которые помнят все ваши грехи и даже незначительные промахи. И не дают вам спокойно жить, периодически напоминая о них. При этих нелицеприятных для вас воспоминаниях вам опять становится неловко, и вы снова и снова просите прощения за свое поведение в далеком прошлом. Получается, что ту старую ситуацию вы так и не пережили до конца, и по сию пору не можете сами себя простить. Оправдания бессмысленны, если уже ничего нельзя изменить, как бы вы себя не винили. Нужно постараться поскорее простить самого себя, и только в таком случае вы избавитесь от рефлекса извиняться за свои прошлые проступки. А людям, назойливо напоминающим вам о ваших былых грехах, стоит один раз сказать, не будем ворошить прошлое и поскорее покинуть неприятного собеседника. Возможно, он одумается и больше не станет донимать вас воспоминаниями давно забытых дней. Из-за нежелания поддерживать отношения. Если вы не хотите поддерживать с кем-то отношений, значит этот человек вам чем-то не нравится. Так почему вы должны извиняться только за то, что просто хотите для себя спокойной и комфортной жизни? Ведь вы никому не принесете вреда тем лишь, что стараетесь себя оградить от ставшего вам неприятным человека. Можно прекратить общение с другом, подругой или даже членом семьи, навсегда разойтись некогда любимым человеком и не испытывать при этом дискомфорта. А просить прощения за то, что вы сами решаете, кого допускать в свой круг общения, а с кем расстаться, вы вовсе не перед кем не обязаны. Из-за отстаивания собственных интересов. В советские времена рядовым гражданам правящая верхушка внушала, что трудиться они должны не себе во благо, а на благо нашей великой Родины, а сами тем временем жили себе припеваючи. После такой промывки мозгов многие из нас и вправду стыдились требовать для себя каких-то благ, так как это считалось неудобным и неприемлемым. Сейчас все по-другому и желание изменить свою жизнь к лучшему стало вовсе не зазорным. Поэтому не нужно просить прощения за то, что вы хотите подняться вверх по карьерной лестнице или получать более высокую зарплату. Если вы чувствуете, что благодаря своему опыту, эрудиции или нужным знаниям вы достойны обрести такие блага, то смело обращайтесь к начальству со своими требованиями, причем без всяческих извинений. Из-за собственных убеждений. Если у человека существуют собственные убеждения и принципы, отличающиеся от мнения большинства, то в таком случае он заслуживает уважения. И если он говорит об этом открыто и не боится их отстаивать, то такого стойкого в своих убеждениях человека похвалить надо, а не ждать от него каких-то извинений. Если того требуют обстоятельства, лучше аргументируйте, почему вы уже довольно долго остаетесь приверженцем тех или иных идеалов. Но просить за это прощение. Никогда не делайте этого, если хотите, чтобы общество вас уважало из-за своей непохожести на других. Если вы в чем-то не похожи на остальных, то это вовсе не повод просить за это прощение. Вот кто действительно странен, так это большая группа граждан, которые выглядят, думают и чувствуют как под копирку, словно одноицовые близнецы. Вы не такой, как все? Вот и славно, не стыдитесь в этого и не просите за это прощения, ведь ваша непохожесть – это скорее достоинство, чем недостаток. Из-за собственных неудач. Смелые люди не боятся экспериментов, они могут пробовать свои силы в самых разных жизненных сферах. Порой им улыбается удача, а иногда их ожидает впереди фиаско. Но они не опускают руки, а, упав, поднимаются и снова пытаются изменить свою жизнь к лучшему. А многие люди страшатся даже испробовать свои силы в каком-нибудь деле, вдруг ничего из этого не выйдет на потеху всех окружающих. Такой человек, единожды испортав позор от провала, будет помнить об этом всегда. Более того, ему будет казаться, что все остальные об этом помнят. Можно подумать, что другим людям больше нечем заняться. Поверьте, на самом деле никому нет дела до ваших неудач, забудьте о них и вы. Вам не извиняться за них, нужно опробовать свои силы в какой-нибудь новой для вас сфере, вдруг там у вас все получится. Из-за собственной внешности. К сожалению, далеко не всем нам удалось родиться в богатой семье, да еще и с врожденным чувством вкуса. Если вам приходится жить постоянно, урезая себя в тратах, то тут и до комплексов недалеко. У вас нет возможности модно одеться, сделать модельную стрижку и ходить в тренажерные залы и салоны красоты. Попробуйте не просить прощения за свой, далекий от модных тенденций, внешний вид, а взять окружающих чем-нибудь иным, своей эрудицией, острым чувством юмора, прекрасными манерами. И вы увидите, как вам сразу же потянутся люди, которые перестанут обращать внимание на ваш нестандартный внешний вид. Из-за своей сексуальной ориентации. Среди ученых уже давно ведется полемика, почему у человека может измениться сексуальная ориентация. Этого доподлинно разгадать еще никому не удалось. Однополая любовь и в наше просвещенное время все еще считается чем-то постыдным и недозволенным. Но если вы никому не навязываете своих убеждений и никому не причиняете неудобств, то вы вовсе не обязаны приносить своих извинений за свой выбор, ведь это ваша жизнь и отчитываться за нее вы никому не обязаны. Из-за своих отказов. Отказать знакомому человеку в помощи непросто. Но что делать, если вы не располагаете временем, средствами, а иногда и желанием для оказания услуги? Нужно научиться говорить «нет» в такой форме, чтобы человек не обиделся на вас из-за вашего отказа. Но извиняться за свой отказ в любом случае не стоит, так как в этом нет никакой вашей вины. Полезные статьи на сайте.